Всем привет! Пираты информационного моря приветствуют вас! Сегодня мы поговорим в основном о предстоящей встрече в нормандском формате, но напоследок немного затронем ту внутреннюю нашу украинскую глупость, олицетворением которой в последнее время выступает господин министр Мылобанов. Итак, по порядку. Вы знаете, в преддверии встречи на высшем уровне в нормандском формате появляется очень много спекуляций, очень много конспирологических сценариев того, что произойдет, какой будет Украина после 9 декабря и так далее и тому подобное. Несколько своих соображений я высказал на дружественном телеканале. Пожалуйста. Векторы эксперты чуть ли не аналогом Тегерана 43 называют. Ну, конечно, нет. Эта встреча абсолютно не поменяет вектор Украины в развитии. Чем она закончится, если она состоится? Я вам могу сказать сейчас. Закончится она тем, что стороны выйдут, скажут, что они являются приверженниками минских договоренностей и будут продолжать работать по какому-то утвержденному плану. На самом деле это то, что будет вынесено на паблисе. В этой встрече, как ни на какой другой, очень многое зависит от подковерных переговоров. Вы знаете, на самом деле, если подковерные договоренности будут, то, возможно, всего лишь навсего 4 сценария развития событий. Я очень условно эти сценарии назвал бы так. Первое. Это русский Крым. Или забыть про Крым. То есть, получается, мы имеем какую-то дорожную карту по, так или иначе, урегулированию войны на Донбассе с Российской Федерацией. Ну, естественно, на российских условиях, с полной амнистией, с особым статусом АДЛО, с оттягиванием передачи границы на неопределенный срок, с проведением выборов, ну, и дальнейшего всякого рода риторика. При этом Крым остается только в внутрополитической риторике президента на Украине. Не расходится на его международные, так сказать, связи, встречи и так дальше. Второй сценарий я бы условно его назвал... То есть, в середине страны он говорит про Крым, когда он едет с официальными визитами за кордон? Он же потеряет, наверное, десяток пунктов рейтинга, если не больше, если будет говорить что-то другое. Ну, дальше второй сценарий, опять же, условно, я бы назвал его русский Донбасс. Здесь фактически то же самое, но скобки Крым как бы выносится за скобки. Ну, тут есть очень важный момент. Про это сейчас никто не говорит. Но дело в том, что за пять лет существования так называемых ДНР и ЛНР принималось очень много решений, в том числе так называемой их судебной властью. Вот смотрите, что получается. Ведь хотим мы или не хотим, люди там живут, да? И кто-то по пьяни кого-то пырнул ножом. И ему суд там вынес приговор там на пять-десять лет. Сейчас априори мы решения их судебных органов не признаем. Но что делать с этими людьми? Ведь они, если будет на условиях Украины, они вполне могут заявить, что раз вы не признаете решения судебной власти так называемых ЛНР, ДНР, то я вот типа сижу за какую-то бытовуху случайно. То же самое касается дипломов, которые там выдаются на высшее образование. То есть весь этот спектр вопросов будет урегулирован. Третий сценарий, который я условно называл бы просто перестать стрелять, это заморозка конфликта на, скажем таком, уровне Абхазия-Преднестровье. Это разведение дальнейшее по всей линии фронта. Это обмен всех на всех. Ну и какой-то там поэтапный выход на какие-то соглашения, может быть, через несколько лет. И если не будет никаких достигнутых подковерных переговоров, кстати, вот очень многие мне говорят, что присутствие президента Франции и канцлера Германии как раз гарантия такого, что не будет подковерных переговоров, я возражу. Неужели вы думаете, что европейские лидеры не ведут скрытых переговоров? Да ведут сплошь и рядом. Поэтому, если не будет достигнутых никаких подковерных переговоров, то это последний, четвертый сценарий, по которому ситуация не изменится ни на йоту, ни в одну, ни в другую сторону, и будет какая-то дальнейшая риторика про то, что необходимо искать какую-то альтернативу формулу Штенмайера. Еще один немаловажный нюанс. Дело в том, что возможная встреча в нормандском формате, вернее подписанная итоговая коммунике, которая 100% будет, может похоронить Минские соглашения как базу для санкций против Российской Федерации. Несколько соображений. Смотрите, все последние санкции против Российской Федерации продлевались на основании того и с такой формулировкой, что санкции с вас будут сняты после выполнения Минского формата. Вот эта новая встреча в Париже, она фактически снимает всю нагрузку с Минского формата, и Минский формат в риторике дипломатов уходит на второе. От Российской Федерации будут требовать выполнения вот этого уже нового формата. Поэтому формальный повод для продления санкций Кремль снимает, если эта встреча состоится. Но все-таки самым опасным при проведении встречи в нормандском формате может быть личная встреча тет-а-тет господина Зеленского и президента Российской Федерации. Почему? Потому что переговорщик-то на самом деле из нашего ЗЭ. нулевой, а Путин является переговорщиком высочайшего класса, как отмечают абсолютно все, даже его политические оппоненты. В этой встрече, конечно, заинтересован в том числе и Путин, и, наверное, даже в первую очередь. Дело в том, что 31 декабря заканчивается контракт на транзит российского газа, и поэтому нужно что-то решать. Тем более его предложение про так называемый нулевой вариант не нашло никакой поддержки в Украине. Вот, кстати, последние новости о том, что руководство НАК «Нафтогаза» планирует поменять, как бы ложиться в эту общую канву. Почему? Потому что НАК «Нафтогаз» вел, по моей инсайдерской информации, очень прагматичную позицию, занимал, вернее, позицию в переговорах с «Газпромом» и ни на йоту не уступал их давлению. Теперь, во время этой личной встречи, очевидно, господин Путин попытается что-то решить. Конечно, эпоха торжества скреп до него еще не закончилась, но скреп и скреп, у меня карман карманом. Поэтому вот тут-то есть та самая главная скрытая угроза, которая может быть не зафиксирована в итоговом документе, но Украина может потерять очень и очень много. Ну, а тем временем в Российской Федерации продолжают зомбировать почву к предстоящей встрече. Тут, конечно же, общим таким фоном выделяется заявление спикера Госдумы Володина о том, что Украина может потерять несколько областей. И, кстати, отсутствие реакции со стороны нашей власти очень четко подчеркивают о том, что не все так легко в переговорах, вернее, в их подготовке. Ну и, конечно, к конвой этому ложится то, что так называемый парламент, так называемых республики ДНР принял постановление о том, что Донбасс является правоприемником Донецкой области на границах 2014 года. Это два соображения. Риторика в так называемых ЛНР, ДНР-то не поменялась с 2014 года. Они и Мариуполь называли оккупированным украинской пунктой, и другие населенные пункты. Вопрос один. Почему только сейчас так называемый их парламент принял это решение? Ну, ответ, как говорится, на поверхности. Значит, дали добро. Да, дали добро из Кремля принять. В то же самое время почти параллельно идет заявление Володина, и, значит, это все складывается в одну канву. Очевидно, это та так называемая скрытая угроза, которой пугают господина Зеленского перед встречей в нормандском формате. А то, что нету никакой реакции, так, в общем-то, очевидно, в МЗС просто боятся что-то сказать перед встречей в нормандском формате. Комитеты, ну, там, суббота, воскресенье, ладно, но никто не комментирует. Так вы посмотрите, кто у нас советники на таком уровне. Вот этот эталонный ватник Сивоха, какой он может дать совет по поводу этой всей ситуации? Он уже дал один совет, что нужно научиться просить прощения у бедных людей на Донбассе, которых украинская хунта обстреливала все эти годы. Ну, понимаете, если бы это были единичные случаи, это было бы одно. Но на самом деле это все складывается, вот пазл, что называется, складывается. Я не удивлюсь, что если до нормандского формата появятся еще более жесткие заявления, а украинская их власть, ну, простым языком, просто съест, да? То есть не будет никакой реакции. Ну, и как такой общий ответ с украинской стороны сегодняшнее интервью господина Зеленского представителям иностранных СМИ, в котором он, в общем-то, не сказал ничего нового, кроме того, как очередной раз ударил в штангу, сказав, что идти на Донбасс войной он не собирается. Только кем он себе представляет? Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Напомню специально для господина Зеленского, что война на Донбассе, кровопролитная война, идет уже шестой год. Украина потеряла, по разным данным, от 13 до 16,5 тысяч своих граждан. Причем вот эта цифра очень такая своеобразная. Дело в том, что время от времени появляются уточнения, новые цифры. Это связано с тем, что, допустим, Министерство обороны не учитывает в качестве погибших сотрудников Носгвардии. Периодически то учитываются, то не учитываются потери мирного населения. Очень такой немаловажный факт. В принципе, никто не считает тех людей, которые считаются пропавшими без вести. А я вам напомню, что еще в 2014 году в Запорожье, если не ошибаюсь, в Днепре, проводили массовые захоронения наших добровольцев, которых так и не удалось опознать. А господин Зеленский заявляет о том, что он не пойдет с войной на Донбасс. Ну, старая песня, мы это все слышали. Ну и напоследок о нашей внутренней глупости, как я уже говорил, представителем которой является господин Малованов, который на этой неделе задался вопросом, что делать с ФОПами. Прежде чем я отвечу, посмотрите вот это. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. А теперь я отвечу. Несколько моих знакомых предпринимателей, не сговариваясь, написали одну и ту же фразу, которую, как вы помните, предлагали Украине в 2014 году по отношению к Российской Федерации как национальную идею. Отъебитесь от нас. И вот это же самое написали мои друзья-предприниматели в ответ на этот пост господина Малованова. Отъебитесь от нас. Начало дело в том, что идет полное головотяпство вообще с позицией по отношению к ФОПам. Министерство не может определиться, как их, вот как будто бы самое главное для министерства, это контролировать эти кассовые аппараты, как уже сама цель какая-то стала. Ну, вы знаете, попытка переложить на ФОПы какую-то экономическую ответственность, экономическое бремя предпринималось не раз. Я вам напомню, что во времена Януковича был так называемый подытковый Майдан, когда пытались притолкнуть абсолютно сумасшедший подытковый кодекс, ну, а теперь очередное наступление на предпринимателей, причем мелких и средних. Вы видите ли, в чем дело, что правительство прежде всего должно создать условия для того, чтобы люди искали работу в сфере самозанятости, чтобы в конце концов предприниматели, мелкие и средние, стали главной движущей силой роста украинского ВП. А вместо этого идут какие-то абсолютно необоснованные попытки закрутить гайки, прикрепить гайки. Да неужели непонятно, что с ФОПами самая основная проблема это даже не величина налогов, а это администрирование налоговое. Это вам скажет любой предприниматель. Ну, конечно, там есть отдельные случаи, но, вы знаете, есть достаточно много разного рода ассоциаций предпринимателей, где достаточно активную позицию представляют сами они, собственно, предприниматели. Подойди и спроси у них, что ж ты допустишь в Фейсбуке, министр экономики, экономического развития, ну, там еще сельского хозяйства. Ну, у кого ты это в конце концов спрашиваешь? У балерин, художников или у самих предпринимателей? Ну, представляете себе, что было бы, если бы министр здравоохранения написал пост, что делать с эпидемией гриппа, да? Ну, сколько было бы ему разного рода советов, начиная от народной медицины, заканчивая гомеопатией. Ну, приблизительно так же и господин Малаванов выглядел со своим постом. Ну, будем надеяться, что все-таки вот этот его зашквар рано или поздно закончится, и это ему чему-нибудь научит. Ну, на сегодня все. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки. Скоро увидимся. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok